Так, ребят, давайте будем начинать наш прямой эфир, пока все собираются. Скажу, что у нас сегодня огромный праздник для всех отдыхающих в нашем отеле. Сегодня официальное открытие нашего отеля, и сегодня у нас серия прямых эфиров от владельцев. И по воле случая, возможно, не случая, потому что я в случае уже не верю, все не случайно в нашем мире проявленном, мне довелось открывать первый этот прямой эфир, эту серию прямых эфиров. Поэтому пока вы собираетесь, всех приветствую, всех поздравляю, и сейчас будем начинать. Я без фильтров сегодня решила экологично выйти как есть. Сначала думала фильтр поставить, потом передумала. За экологию. За натуральность. Так, ребят, вы прибавляетесь, это замечательно. Всем привет, привет! Очень классно, вас все больше и больше. Всех рада видеть. Тут и отдыхающие наши в отеле, и владельцы, всех вижу. Классно! Так, ребят, давайте еще немножко подождем, чтобы потом еще раз не начинать заново рассказ. Привет, привет! Всех рада видеть. Классно подключается все больше и больше людей. Ребят, честно, для меня прям сегодня такой волнительный день по двум причинам. Во-первых, потому что сегодня грандиозное событие. Во-вторых, я давно уже не выходила на открытую публику. Сегодня такой прям день событий. Надо сделать за правило, почаще выходить, наверное, в прямые эфиры. И для себя, и для вас. Поставьте огонечки, если хотите, больше прямых эфиров. Так, огонечки. Хотите прямых эфиров побольше? Привет, привет! Привет, Машуль! Так, классно! Гела тут! Маша, всех вижу, все владельцы отеля практически в эфире. Класс! Много огонечков, супер! Все, ребят, тогда давайте начинать. Сегодня, как я уже сказала, у нас знаковое событие. Сегодня официальное открытие нашего отеля. Серия у нас сегодня прямых эфиров от владельцев. Поэтому не пропускайте следующие эфиры. Посмотрите расписание в нашем главном корпусе отеля. Всех будем рады видеть в гостях и отдыхающими нашего отеля. Знаете, вот эта идея как-то родилась очень внезапно. И родилась она для меня ключевым таким знаком. Мы тоже были в отеле. Эта идея родилась в отеле, в реальном, в настоящем отеле. Идея нашего онлайн, да, вот этого сообщества, онлайн-отеля. Отдыхали мы в Египте. Именно там пришла вот эта идея нашей огромной миссии, которую я сейчас вкратце вам расскажу. Что у нас за сообщество, какую миссию мы несем. Именно в Египте была рождена эта идея. Ровно сколько прошло, две недели назад, как мы вернулись из Египта. В Египте мы отдыхали две недели с Наташей Ирмой, с нашим главным владельцем отеля, с нашим генератором идей. И там эта идея пришла нам в голову, как ее воплотить. Мы начали делиться с нашими топ-лидерами, с нашими ребятами. Выходили отдыхая в отеле, отдыхали, не отдыхали, а работали, выходили в зумы, воплощали эту идею. То есть вот эти две недели предстарта были очень колоссальные. Уже 500 человек в нашем отеле. На сегодняшний день уже, наверное, больше, чем 500. Вчера 500 участник нашего отеля получил 50 долларов в подарок. Как и принято в хороших отелях, мы вознаграждаем наших участников, которые занимают такие ключевые числа отдыхающих отеля. Классно, классно, вас много, много, много. Вчера наш участник, наш отдыхающий отель получил 50 долларов. Что будет дальше? Дальше тоже будет очень много. Будет много вознаграждений, много различных промо, подарков. И это не все. Конечно же, главная миссия нашего отеля – это дать возможность людям, наконец-то, отдыхать. Отдыхать, расслабляться, наслаждаться жизнью. Больше уделять время себе, семье, своим каким-то делам. Больше путешествовать, быть свободными. Именно сейчас мы, владельцы отеля, работаем не покладая рук, не спим ночами, для того, чтобы эту миссию воплотить. Чтобы каждый отдыхающий в нашем отеле мог зарабатывать, не работая. Потому что везде зовут вас работать. Везде. Любой проект приглашает работать. Ну, либо какие-нибудь лохотроны, да, где не говорят, что работать, пригласи, и как бы на этом все. Но везде нужно работать. На наемной работе вас заставляют работать. Везде в интернете тоже предлагают вам работу. Очень много, большая куча информации, которая сыпется на людей. Но мы хотим предложить всем людям, которые хотят, да, отдыхать вместе с нами, зарабатывать и уделять больше времени себе и своей жизни. Именно это главная миссия нашего отеля. Именно сейчас над этим идет огромная работа за кадром. Вот это время предстарта, очень большой труд, большая работа была проделана нашими владельцами, всеми. Привет, привет, Ксюша! Чтобы сегодня открыть наш отель и впустить больше отдыхающих, дать больше возможностей людям. Но это не одна из наших миссий. Это такая глобальная миссия. Конечно же, миссий у нас много. Мы хотим воплотить такое эко-сообщество, да, вот сообщество единомышленников, с которыми мы будем вместе путешествовать в реальной жизни, в реальном мире. Смотреть, открывать новые страны, новые уголки нашего мира. Потому что жизнь у нас одна, и нужно кайфовать от этой жизни. Не работать, да, больше, а больше отдыхать. И для этого наше сообщество создано, чтобы была возможность различных источников пассивного дохода. У нас есть источники, да, инструменты, которые без приглашений и которые с приглашениями. То есть каждый отдыхающий отель выбирает для себя подходящий ему инструмент. Таким образом вы можете диверифицировать свои доходы и все риски, которые только возможны. Когда есть несколько источников, да, вариантов дохода. Потому что нельзя полагаться, я каждый раз это буду повторять, полагаться только на один источник дохода. Их должно быть как минимум пять. И Роберт Киосаки, и все финансовые аналитики, да, финансовые консультанты, люди, да, которые понимают смысл, да, вообще инвестиций, смысл доходов, финансов. Говорят о том, что нужно диверифицировать свои доходы. То есть должно быть как минимум пять. На данный момент у нас есть пять для вас инструментов, как можно зарабатывать, не работая. Инструментов будет с каждым разом больше и больше. Но сегодня мы не будем погружаться в подробности. Кто хочет, запрашивает ключи и получает доступ в наш отель и знакомится уже внутри со всеми инструментами. Еще, да, наша миссия, помимо того, что мы хотим вот это вот экологичное сообщество, у нас миссия создать эко-поселение. Это, в принципе, моя огромная мечта давным-давно, чтобы со своими единомышленниками быть соседями, жить на одной территории, в экологически чистых просторах, высаживать деревца, да, на этих территориях. То есть у нас миссия экология, экология мысли, экология жизни, потому что объединяется сообщество, наша, да, миссия, чтобы здесь были люди с чистыми, позитивными мыслями, потому что именно мысли рождают нашу реальность. Именно то, как мы думаем, как мы воспринимаем, да, так и происходит в нашей жизни. Поэтому мы хотим создать вот такое огромное-огромное сообщество по всему миру, потому что мы открыты для всего мира, не только для России. Создать вот это огромное сообщество и жить не только в онлайне, но жить и в реальности, да, встречаться, оффлайн-встречи, какие-то эко-поселения. Также мы планируем в дальнейшем воплотить миссию фонда помощи, да, или как они называются, фонды помощи, где помощь детям, экологические вот эти все насаждения, да, помогать озеленять территории, помощь животным, инвалидам и так далее. То есть фонды, да, благотворительности. Мы хотим вот это огромное сообщество воплотить в нашей миссии, которую мы несем. Не просто дать вам, да, возможность зарабатывать, но соединиться в это сообщество, где мы будем едины, где у нас будут позитивные мысли, которые будут создавать позитивное, да, позитивный эгрегор, позитивное поле, которое, возможно, сначала, может быть, это немножко, но каждая частичка несет в мир добро, да, если мы сначала маленьким сообществом, потом большим будем создавать вот эти правильные направления мыслей, то мир станет лучше, поверьте, так это работает в нашей Вселенной, так это работает в нашем мире, все вот здесь в нашей голове, в нашем сознании и подсознании. Поэтому вот это сообщество будет экологичным, наконец-то это будет экологичное сообщество, где не будет вот этого обмана, да, быстрее кого-то пригласить, чтобы быстрее нажиться, заработать. Нет, мы хотим создать именно, во-первых, мы дорожим, да, каждый своей репутацией, и не просто так, да, гей, пошли зарабатывать, а там трава не расти. Нет, наши инструменты проходят определенную проверку. Конечно же, риски есть везде, риски есть всегда и во всем. Даже выходя из дома, мы рискуем, но это не значит, что мы теперь должны закрыться дома и никуда не выходить. Но мы свои инструменты, да, которые даем в отеле, проверяем на себе. Проверяем на себе, с нами работают эксперты, да, в области инвестиций, поэтому наши инструменты не все попадают в отель-проекты, не все компании проходят отбор, потому что он жесткий у нас. Поэтому, ребят, хочу всех поздравить с сегодняшним прекрасным днем, кто хочет присоединиться из владельца в отеле и поздравить, ребят, нас, наше эко-сообщество, наш отель с открытием, официальным открытием. Ребят, все, что до этого было, мы не запускали ни рекламы, ни как-то массово не объявляли, но нас уже 500 человек, людей с позитивным мышлением, которые, самое главное, отдыхают и зарабатывают. Кто-то начал зарабатывать 10 долларов в сутки, кто-то уже зарабатывает 50, кто-то 100, кто-то 150, 400, кто-то уже 1000 и даже 2 зарабатывает в сутки, ребят, на разных источниках дохода. Это очень важно, иметь разные именно инструменты для заработка. Так, если, так, запрос, запросов очень много, посмотреть запрос. Первый раз это делаю, поэтому не знаю, как это. Так, выйти в прямой эфир, вот вижу Наташу Кашкарову, сейчас правильно делаю. Наташ, не знаю, подсоединила тебя или нет? Вот она, Наташ, Наташ, привет, это один из наших самовладельцев отеля, очень рада тебя видеть. Расскажи, как вообще, какие твои эмоции? Что вообще происходило это все время? Не ожидала, что ты так вызовешь меня. Сейчас я выйду на солнечную свою лоджию, а то у меня там дитё. Так, я даже себе вокал воды налила, вот там вот даже морешко. Я вся в таком кайфовом состоянии. Действительно, вот то, что ты проговорила, это, наверное, самые чистые, душевные такие сладкие слова, потому что действительно, когда ты находишься в потоке экологичном для себя, и когда ты находишься в сообществе, которое тебя поддерживает, не просто побыстрее-побыстрее заработать бабла там, или ещё что-то где-то хайпануть. И самое главное, я вот тоже давно в этой тени уже развиваюсь и в онлайн-заработке коллекционирую разные возможности, как и что, ищу разные проекты, смотрю, анализирую. И когда вот мы все вместе, конечно, во главе с Наташей, приняли вот такое решение объединиться, объединиться идеями, объединиться классными проектами, которые на себе реально решили уже начать испытывать, и уже сейчас получаем классные результаты, это действительно вдохновляет. И за этим, когда ты делишься информацией, говоришь о том, что за тобой целое сообщество, и что ты делишься инструментами не просто, которые ты на себе испытал, а которые испытали уже сотни людей, нас уже 500 человек, и действительно это мощь, это доверие, такое, ну прям колоссальный мостик доверия, да, то есть это не просто мои там какие-то слова, это уже сотни людей попробовали на себе, и, ну, это вдохновляет. И я прям кайфую от этого, уже жду не дождусь, тоже вот сейчас пойду записывать видосики и выходить в ТикТок уже, на эту тему вещать, тоже транслировать эту информацию. Мне сразу, как только я вот в своем Телеграме начала именно так преподносить информацию, что не просто какой-то проект, потому что действительно находиться в одном проекте, но сейчас, наверное, не топ, не тренд, да, это не тренд, это утопия, ну, как бы, это один источник дохода. Где-то что-то просело, как мы уже немножко, да, испытали на своей шкуре, а источников дохода, если нету, то очень тяжело этот период переживать. Поэтому всегда рекомендовано, ну, хотя бы 3-5 источников иметь. Это действительно очень классно, когда ты утром просыпаешься, ты не просто там смотришь, ну, вот что тут у меня в моей там команде, особенно, ну, вот если все мы сетевики, да, что команда делает, а когда команда интересуется, а что здесь, а что вот в этом. И такая движуха, прям реально крутая движуха, потому что каждый проект интересен по-своему, в каждом проекте есть своя изюминка, и действительно это, ну, вдохновляет. И ты развиваешься, самое главное, что ты развиваешься в разных направлениях. Вот, меня вот это очень вдохновляет. И партнеры мои, да, которые сейчас тоже так же оживились и начали уже регистрироваться, просить ключи, да, и ключ, там, что у тебя такое интересно происходит. Вот, конечно, с радостью делимся этой информацией. И чем больше нас будет, тем больше мощь, тем больше людей просветятся еще больше, да, и станут еще более финансово грамотными, со стабильными какими-то доходами, да, что если где-то просело, то вот здесь мы, наоборот, приложим к другому проекту все усилия, и так у нас будет прям такая хорошая финансовая подушка. Да, это атмосфера, вот реально ее тяжело, наверное, ребят, что, да, еще хотела сказать. Может быть, вот сейчас тяжело ее прям передать, но я думаю, вы видите, насколько мы вдохновлены. Но нужно быть в моменте, нужно быть внутри этого момента. Именно сейчас зарождается великая, великая история, в которой вы можете участвовать, вы можете быть сопричастны к этой большой истории. У меня прям мурашки бегут. Это такая огромная энергия, это такой большой поток энергии, вот этих позитивных мыслей от крутых ребят, которые собрались. Вот даже только взять наш корпус владельцев, да, где мы обмениваемся информацией, где мы заряжаемся, и вот этот уже наш большой корпус, который будет еще больше, на 500, да, участников, на 500 отдыхающих. Это просто вот реально крутые ребята, которые постоянно, мы обмениваемся вот этой вот энергией. Вот нужно быть в этом моменте внутри. Потому что так, да, когда вы смотрите, думаете, наблюдаете, нужно просто брать и делать, окунаться с головой и вершить эту историю, потому что никто не свершит ее за вас. Вашу жизнь никто не переживет. У меня партнеры мне тоже писали, спрашивают, ну, хочу ключ в отель. Я говорю, презентацию смотрела, я тебе что-то рассказывала, уже не помню. Она такая, да нет, мне пофиг вообще, давай ключ, я знаю, что вы в команду. Это самое классное, вот, кстати, так и зарабатываются большие деньги. Я вот так заходила, да, и в проект «Игра», я залетела, и потом уже в ходе процесса разбиралась, и вот так делаются деньги. Я думаю, вот многие из вас также заходили в проект «Игра», где мы все и познакомились с таким огромным классным коллективом и открыли наш отель. Вот так, наверное, и делаются огромные деньги, когда это вот все просто вот так с огромной бешеной энергией. Потому что деньги, деньги, ребят, это энергия. Все, что нас окружает, это энергия. И именно вот этот обмен энергии и творит, реализует, материализует все, что происходит в нашем мире. Все начинается с потенциала, с идеи, да, то, что происходит в голове. Этот потенциал в поле трансформируется, и вот это все рождается, все, что мы можем уже пощупать, понюхать, потрогать, покушать и так далее. Все это материальное воплощается, начиная вот отсюда. Поэтому мы хотим экологически чистое сообщество прежде всего вот здесь. Это точно. Ладно, Светочка, я рада была выйти, поделиться своими эмоциями. Наташа, поздравляю с открытием нашего отеля, поздравляю всех. Да, там еще были запросы, только я не пойму, где вот нашла. Так, сейчас я приглашу, Наташа сможешь говорить, приглашу нашего, так сказать, родителя всего, Наташу Ирму. Это наш главный, владелец отеля, с которой вот как раз мы рождали эту идею в Египте. Именно наш главный идейный вдохновитель. Наташенька, привет! Привет, дорогая! Ты едешь уже, я знаю, на свой прямой эфир. Лечу, ребята, лечу. Так, у меня прям комментарии. Я себя не вижу, ну ладно. Еду в такси, чуть-чуть не уложилась по графику, должна была уже сидеть в ресторане, Свету поздравлять, поздравлять всех ребят, всех участников. Но, в принципе, моя вот поездка, это отражение того, что происходит. Мы в движении, мы круглосуточно в движении, потому что запускаемся. Правильно Света говорит о том, что у нас еще не было официального старта, мы еще не начали особо никому рассказывать. Я, например, только на Телеграм-канале разместила, да, о том, что у меня, ну, вот такие вот новости. И сегодня первый пост опубликует, что такое отель, и выйдет прямой эфир тоже после Светы, кстати, сразу же, и расскажу, что же это такое эко-сообщество. Вот у меня сейчас, по идее, здесь должен быть красивый такой фужер-бокал, чтобы чокнуться со Светланой. Мы как раз, мне кажется, чаще всего вы меня видите именно со Свету, если с кем-то сравнивать. Мы уже вместе с февраля начали путешествовать. Задзибар, Египет, впереди еще много стран. И мы... Да, сделаем это доброй традицией, только уже большим нашим сообществом. И мы очень хотим спросить, ребятушки... Так, Наташ, пропала, пропала. Так, пропала связь. Слышно? Да, 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 сейчас слышно. Вот, ребята, так что те, кто уважает путешествовать, те, кто давно мечтает, коронавирус не помеха на самом деле. Мы со Светой живое доказательство. Спасибо большое. Так, подъехали мы. Мне была здесь несколько лет. Ребята, не сидите дома. Начинайте выходить из своих, как ее называют, скорлупочки, улиточки. Начинайте жить. Наслаждаться жизнью. Действительно, жизнь... Да, жизнь уходит быстро. Здравствуйте. На Ирну столик бронировали, да? Да, на террасе. Спасибо. Так, я сейчас тоже буду отключаться. Свет, у тебя еще есть, ребята, да, запросы, кто выйдет в прямой эфир? Да, там еще было пару запросов. Если они готовы, то я их подключу и будем завершать и подключаться уже к тебе в прямой эфир. Давай, давай. Я уже к этому времени, наверное, буду как раз с коктейльчиком и мы продолжим с тобой тему путешествий, потому что нас это очень сильно мотивирует. Все, ребят, Свет, еще раз поздравляю, до встречи уже в моем прямой эфире. Все, поздравляю. Так, ребят, кто-то еще запросы оставлял. Так, Наташа доставала, если готова, подключаю тебя. Так, что-то зависло. Так, Наташа, наверное, не готова. Вот, Наташенька, привет, дорогая, привет. Я готова. Привет, что-то или у меня зависает. У тебя зависает. Привет, дорогая. Ну как, расскажи, как твои вообще эмоции? Это тоже вот один из наших сам владельцев отеля. Я поздравляю. Да, я с такой большой кружечкой кофе. Поздравляю вас всех с открытием. Вот, какие эмоции. Эмоции переполняются, конечно, я не ожидала. Мне сказали, надо бежать. Я побежала. Я не разбиралась особо, что мы там сейчас будем делать, когда мы будем делать. Наташа сказала, побежали, я побежала. Вот так вот. Поэтому теперь, конечно, получается, создали уже, то, что у нас, да, то, что уже получилось, ну, конечно, не знаю, у меня тоже эмоции переполняют, потому что, ну, реально, получилась очень крутая штука, да, вот это сообщество, которое дает людям возможность не просто находиться там, да, а выбирать какие-то для себя инструменты. Те инструменты, которые ему нравятся, да, и... так, у меня зависает что-то все, интернет, не знаю, не знаю. Продолжение следует... 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 Всем пока-пока! Поздравляю!